Всем привет! Настало время годного контента на на тубе, а впрочем, ничего нового. И сегодня я буду делать проверку лайфхаков макияжа из приложения лайки. Как вы знаете, эта рубрика у меня на канале уже существует достаточно давно, но я немного устала повторять лайфхаки из инстаграма, поэтому решила в этот раз сделать повторение макияжа из лайки. Более что в лайке очень много странных лайфхаков, ну прям максимально, поэтому давайте попробуем их сегодня и повторить. Собственно, я беру телефон, захожу в лайк, у меня там есть мой профиль, и начинаю по тегу забывать возможные макияжные лайфхаки на повторение. Надеюсь, что что-то интересное нам сегодня тут перепадет. Так, стоп. Прежде чем мы начнем, обязательно подписывайся на мой канал. Ты! Телефон не падай. Включай себе вновление о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы начинаем! Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Оказывается, сейчас пока я ищу макияжные лайфхаки, очень много видео в лайке забиты вот такими вот сюжетами. И, короче, здесь смысл в том, что есть приложение, которое само по себе тебе накладывает макияж, и можно его подобрать. Давайте попробуем сделать первый лайфхак, и первый лайфхак будет связан с линзами. На самом деле это выглядит очень крипово, но вы знаете, у меня постоянные проблемы с надеванием линз, потому что надевание линз для меня это вопрос, который растягивается минут на 20. Здесь вроде как предлагается формально легкий способ, но насколько он легкий, предлагаю проверить прямо сейчас. Я специально буду использовать вот такие вот однодневные линзы, чтобы если я вдруг их испортила, я взяла другие. Берем линзу, кладем ее на палец, и теперь максимально нужно смотреть прямо вверх. Настолько максимально, чтобы глаз открылся, и просто, по сути, положить эту линзу на белок глаз. Ого! Ничего себе! Во-первых, посмотрите на глаз. Он выглядит супер естественно, но при этом он просто тупо больше, чем этот. Кстати, напишите в комменты, какое у вас зрение, хорошее, плохое, и если у вас не очень хорошее зрение, то вы носите линзы или вы носите очки. Фу! Это было сделать непросто, но я это сделала. Не уверена, что лайфхак можно назвать рабочим, но линзу я надела. Как вам мои глаза? Как вам нравятся больше, как было или вот как сейчас стало? Напишите об этом тоже в комментариях, будет интересно узнать. Потому что если вам больше понравится, как сейчас, то пока мне не закончатся эти повседневные линзы, я могу в них снимать видео на постоянной основе. Сейчас предлагаю оформить брови. В принципе, сегодня я нашла здесь не очень трудный макияж, я думаю, уж сегодня-то должно все получиться, хотя, как обычно, с бровями у меня постоянные затыки. Поп! Вооружилась, собственно, схема нанесения и начинаем. Значит, она просто рисует прямую линию, потом еще одну прямую линию чуть выше, чем линия роста ее волос, потом нарисовала такую вертикальную линию и просто растушевывает это все вместе. Конечно, не сказать, что эта бровь не сильно идет, но шутки шутками, но она реально получилась. Конечно, теперь я хочу довести все это до идеала консилером, поэтому прокрашиваю все лишнее консилером. На всякий случай я зафиксирую теперь еще эту бровь и я реально могу посоветовать вам этот лайфхак, потому что, ну, просто сравните до-после. А я пока быстренько сделаю вторую и чтобы вы могли уже насладиться полной картиной наглядов. Блин, такие брови вообще получились необычные. Я с такими бровями сто лет уже не хотела. Раньше у меня были широкие брови, потом я стала их выщипывать. Но сейчас вот я смотрю и мне прям реально нравится как-то получилось. Реально советую этот вам лайфхак. Обязательно попробуйте его. Он супер простой. Нет, он серьезно супер простой даже для самых криворуких, таких как я. Ну, выглядит типа это, конечно, максимально легко. Все, что для этого понадобится, если вы не поняли смысл этого лайфхака, немножко, кстати, поясню. Это смысл в том, что вы используете насыщенный пигмент, то есть кремовые тени, и потом используете их в качестве базы для того, чтобы сделать какую-то клевую растушевку. Нам нельзя повторять точно такой же макияж глаз, потому что, ну, он просто мне не подойдет. Для этого я постараюсь переделать этот лайфхак на свой манер. Но основу, основу я постараюсь сделать такую же, как делала она, потому что иначе в этом нет никакого смысла. Ну, я беру мою кремовую помаду и наношу ее себе на веко. Ого, помада очень круто растушевывается, посмотрите. И, если честно, у меня даже нет похожих теней, и уж тем более похожих пигментированных теней настолько, насколько классно легла эта помада на веко. Центр глаза я оставляю непрокрашенной. Как-то так выглядит растушевка губной помады на веках. Мне кажется, получилось очень здорово. Теперь посмотрим, насколько классно она проявит себя как база. Я буду делать сейчас макияж, который мне очень нравится. Беру розовый цвет и наношу во внутренний и во внешний уголок глаза. Официально заявляю, что я в шоке. Знаете, почему я в шоке? Я объясню. Дело в том, что, когда я делаю эту технику, ее обязательно нужно растушевывать из розового в оранжевый, потому что иначе получается какая-то просто клякс на глазу. Но, за счет того, что я использовала этот цвет как оранжевую базу, мне даже не нужно растушевывать, потому что цвета сами по себе очень клево перемешались и просто все. Теперь получается, по сути, я по центру глаза провожу холайтером, ока, с яшечкой. Вот так вот. И все. Кто в шоке, тот я. Получились не просто суперлегкие брови, но также и суперлегкий макияж. Охренеть. Нет, ну, я не знаю. Можно, конечно, добавить еще на нижнее веко, что я тоже сделала немного теней. В целом, это можно с ума сойти. Тупо просто настроение. Сегодня повторяем лайфхаки. Получается хорошо. Обычно получается не очень. Следующий лайфхак будет... Знаете, у меня вообще в карте, в процессе наклеивания ресниц целая куча проблем. И, возможно, сегодняшний лайфхак ее немного решит, но я-то, конечно же, не точно. Дело в том, что у меня проблема, во-первых, с тем, чтобы взять ресницу и положить ее себе на глаз. Я вечно кладу ее куда-то в другое место. Но ладно, это еще полбеды. Когда я кладу ресницу себе на веко и потом пытаюсь ее прилепить, у меня, как правило, случается что-то вот такое вот. Поэтому при помощи этого лайфхака, который выглядит достаточно просто... А где мои ресницы? Кот! Киса! Наехала на кота, а ресницы были под салфеткой. Собственно, нужно взять ресницы. Бэм. Проклеить их клейком. Бэм. Пожалуй, я тебе и займусь. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Не падай. Коец той мог бы быть. Сектор приз. Ресницы на барабане. Клею я ее. Берешь, короче, зубочистку и то пофигаришь. Так, как тебе нужно. Что не так с лайком? Или что так с лайком? Почему работает? Бесьма недовольная я. Обычно у меня ничего не получается. И вы бомбите, что ты все лайфхаки делаешь не так. Сегодня, видимо, я все делаю так. Лайки. Из фор. Лайки. Пишите в комментах, какой лайфхак вам понравится, когда вы досмотрите это видео до конца больше всего. Это тоже есть в лайке. И ссылку на лайк я оставлю вам в описании. Есть еще один лайфхак с глазами, который я обязательно хочу попробовать. Но так как я сейчас приклеила ресницы, я хочу, чтобы они до конца высохли. Предлагаю посмотреть лайфхак для губ. Тем более, что выглядит он достаточно интересно. Короче, этот лайфхак похож на то, что я уже проверяла ранее, с одним лишь исключением. Здесь есть некая техника рисования вот этих вот самых полосок. Давайте попробуем ее повторить. В принципе, все выглядит достаточно понятным. Беру более темный карандаш и рисую контур губ. Кстати, как думаете, этот лайфхак сработает или будет хлам? Растушевываем теперь вот кисточкой такого скошенного плана. Теперь это все великолепие. И теперь более светлой помадой просто все это добро перекрываем. Ну, какая-то кислота, если честно, получилась. Выспортила весь макияж. Ну, блин, ну я даже не хочу это оставлять. Ну, что это за бредятином? Фу, отстойное. Фу, противный. Вы знаете, как это назвать? Я? Нет. Короче говоря, это лайфхак для губ. Фу. Поэтому я стираю эти губы. И лучше найдем другой лайфхак в лайке для губ, чем оставимся с этим. Потому что не могу я такой великолепный макияж глаз оставить вот с этим вот разобразием. Бразобразием, бракобесием, мракобесием. Мракобесица, отстой. Надеюсь, что вы согласны с моим решением. Я сделала все правильно. И не надо было это оставлять на губах. Лучше я просто так накрашу сейчас губы вот этой же самой помадой по контуру. И теперь приступлю к этому лайфхаку. Так, берем хайлайтер, пока сияшечка. Выдвигаем сияшечку так, чтобы сиял уж как наверняка. И, собственно, я так понимаю, просто поверху помады накладываем хайлайтер в стике. Собственно, вопрос у меня только один. Окей, предположим, ты положила хайлайтер, который тоже кремовый, на губы, который тоже кремовый. Как твой хайлайтер не превратился вот в это? Не, ну такое себе развлечение. Конечно, прекрасно, но нет, не настолько. Ну и на губах появился эффект легкого херпеса, а-ля простуды. Ну вы поняли. Сегодня беспомадный какой-то у нас день. Но в целом остальные лайфхаки были настолько топовые, что даже пофиг. Давайте теперь сравним с тем, что я хотела сравнить. То есть зайду снова в приложение лайк и посмотрю, получился ли у меня макияж похож на то, что я себя там нарисовала при помощи лайковых лайфхаков. Но походу, походу нет. Ну посмотрим. Ну, кстати говоря, чем-то даже и похоже. Вот я в зеркале, то есть я в камере, и вот я в лайке. В принципе, макияж-то даже имеет какие-то под собой общие черты. Напишите, как вам понравились сегодня лайфхаки из лайка или не понравились. И если вам понравились, то есть какого еще предложения вы бы хотели, чтобы я повторила лайфхаки. И, конечно же, ставьте лайки, лоисы, классики, пальцы вверх, как угодно. Подписывайтесь на мой канал, включайте себя в давление о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. И всем спасибо за просмотр, и всем пока! Лежу как бабища из плейбоя. Я бы хотела сделать проверку косметики из Диснейленда. Такое. Идеально будет просто для того, чтобы ее купить какой-то школьнице. Но только не той из категории ш-школьница. Она выглядит. И если вы посмотрите на цвета, которые находятся внутри этой палетки, то они, мягко говоря, совсем не соответствуют Ариэль. Вообще к подводной тематике не относятся. Продолжение следует...